Ежи Ницше говорил, что алкоголь это рабство, а сам умер из-за наркотиков. Как-то так, блядь. Ну, смотри, Ницше, он же не знал, что он наркоман. Ницше употреблял хлорал и веронал по рецепту врача, да, врачей своих. Он их использовал, эти препараты, как сильнодействующие снотворные, потому что у него были сильнейшие мигрени, и он не мог спать просто так. Да, то есть ему нужна была некая разрядка, и там, спал таким образом. На момент конца 19 века еще не было известно, что вот эти препараты, которые он употреблял, они очень вредны для здоровья, то есть они там пропускают какую-то очень важную фазу сна, то есть в итоге человек не отдыхает, у него развивается нервное истощение. Эти препараты, они вызывают медикаментозное привыкание уже через 15-30 дней употребления регулярного. То есть это все было неизвестно. Тогда в аптеках, знаешь, в конце 19 века еще кокаин можно было встретить, продавали кокаин как успокоительное. То есть медицина в тот период, она находилась в таком очень примитивном, по сравнению с современным состоянием виде, и не были известны вредные побочные средства целого ряда препаратов. То есть Ницше, он как бы явился жертвой вот такого положения вещей, и не он один. Не он один, да, на эту тему существует целая книга исследователя Бабаяна, которая называется «Паспорт перту инферн». В российской локализации ее перевели как «Дорога в ад». Да, то есть книга посвящена известным, выдающимся личностям, философам, ученым, деятелям искусства, которые умерли из-за наркотиков или были наркоманами. То есть, ну, таковых, как известно, много, да. Но, опять-таки, не все становились наркоманами по своей воле, потому что Ницше, он, например, понятия не имел, что вот те, как бы, порошки, которые он пьет, они, от них он только хуже себе делает, и в итоге, вот, соответственно, все кончилось безумием и смертью. Ну, если бы он знал, он бы этого не делал, конечно, потому что это противоречит принципам его философии, на что вы вполне верно указали. Продолжение следует...